Украинских десамблей Украинские десамблей Я думаю может�ただ цветы Волоника Я не знаю, я думаю Тебе и не вовремя Волоника Не мое, тут не дано Не мое ли это Немне мое лицо А так Волоника Моя лица Моя лица Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Спочатку «Симон» 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 Качки глядали и сказали господи. Дивите, что целая ерунда, как на селе тут мало солны, или скелетный качиня. Мы его не потерпим. И мы одной из качек подбегали качиня, где скубнули его запутывать. А вы еще его сказали, а так кармати. Мы же никого не делали. Может и так, но он такой великый, а не сграбный, что скубнули качиня. А поэтому его нужно по-настоящему. Хороший качиня мати, промолвил старая качка скула в коммунизе. Такой гадый, и любитый эрунда. Я бы хотела, чтобы его умиправили. Это не мазуро, боже мой, сказала качка мати. Он хоть не красивый, но у него хороший адр. И плавает она очень здорово. Я даже не позволю себе сказать, что лучше у них. Я гадаю, она покращается с часом, а при зене, хотя ростом меньше станет. И она надто долго лежала в губе, потому что ему не мали належного взгляда. И она почухала ему спину, и погали за пилочку. До того ж, это селедень, продолжила она. А для них зонечность не так много значить. Я думаю, что он будет очень, и видит это на дорогу. А інши качинята можем ревить, сказала старая качка, но будет как дома. А если вы знаете, что вы видите чебанинку, то перенесите на дорогу. И качинята стали приводиться, как дома. Но бедное качиня, что осенненько было среди водки, и было таки плохое, додали, стопхали, дозвали, и качки, и кори. Но бедное качиня, он был очень великим, а индекс, что на родине силиц, шпоровый на ногах, и через это вважал себя за компаратор, надувся, и как парокладно с тих парусах педыли качинята, но бедное качинята хотел так сказать, что гребене ему совсем не было. Бедный качинян не знал, куда поделиться. Его правильничного владения, и для тех, что ему было посмехово, чем целого качинного плода. Так минут качинянам не было, а бедное с тобой все больше и больше. Осень на липи качиня, а ведь его братики и сестры сердились на него и всегда сказали, хоть бы кишка тебя убила, как бы по твоему. И даже мати сказала, хоть бы мою очи тебя не видела, а хоть бы его кори плювали, а девчина, которая убила птахи, чтоб хала его в него. Нарешті он витрил его по билу и перелив тени через паркан. Маленькие качки, что сидели в костях, по ребятам урхнули. «Ти думаешь, что я таке гидке», – поднял качиня, и заплющило очи, но сразу спокойно сзади. Воно опинилося на великом болоте, где жили в таких очки. Целую ночь пролежало там качиня, стромлено и засмучено. «Урхнули урхнули урхнули и поднял нового товарища. Кто ты?» «Пытали они, и качиня повернулись на все боки, и поднялся качиня повернулись в костях, все в костях. Такие качинки, но если ты не 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 бежал, не думали про его только ему позволили полежать в и потом пролетелось два для кем и было очень сухвально. «Слухай, другая, ты такой чупара, что можешь нам поважать? Хочешь жить с нами? Будешь паралитным птахом? птахом? недалеко и другая болота. Там в гарнике дикі гуски пам'ятник, чтобы сказать, что было доброе, что было доброе, что было доброе, успех. Пап начали с раком? И обыднули гуси и обыднули гуси над черепом. Еще и еще ломали пострелем. Это было великим поливанием. мислицей обыднули по болоту, где они поселили на этих дерев, что растягивались далеко за черепом. Сивый дым хмарами обыднули дереви и стали сегельным обыдовым. по болоту ляпотели собаки ляп-ляп, в комнате и соках на все блоки. Какой это был ужас, чтобы ее под криво. Он весело повезет, а очи его вернули просто до каченята, показав гостри зубы и ляп-ляп, пішов далеко, не схопивши каченята. Ой, по счастью, заткнула каченя. Я таке, как каченя, собака не захотела напусить. И оно проживало еще несколько годин, потом обережливо взорвалося и термонило, что сила снега от болота. Воно бегло через спадали луки, а воно было так страшно, что была впасти, но сама не знала, на что это не 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 ни 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 Курочка-кутенишка. Вона несла хорошая яичка, и бабуся любила ее, как родную дитину. Время в нем сразу пометали чужие качения, которые начали буркотить, а курочка кутку дакати. Что там такое, спросила бабуся и посмотрела на околы. Но она не видела, что это заблокала зерна качка, а не качения. Это хорошая закидка, сказала бабуся. Теперь у меня в городе каченые яйца. Но это только не было в селе. Ну, там мы можем про это узнать. И вот качения залишили на третий неделю на пробу. Но я тебе не донесла. Кит был хозяин в доме, а курочка почувала себя хозяйкой. И мы завжди сказали, мы и с ней. Потому что вважали себя половину света и до того же крашеные. Качения не давалося, что можно объяснить, что я думаю с этим приводом, но за перечень курка не терпела. А умеешь ты не спаяться? Питала вина. Ні. Ну, то кращий был морщ. И кит питал. А ты умеешь ввинять в спину, морковь идти и опускать искр? Ні. Значит, ты не можешь иметь свои думки, потому что говорят розумные люди. Качения ховалась за куток и настрюлю нас доспогани. Она вспоминала свежий полистр, солнечное тониня. И раптом мне так захотелось поплавать на воде, чтобы она не витривала. И сказала про это курке. Что с тобой сталося? Питала вся курка. Та мне ничего делать. То мне лезет у голову таки дурнинки. Не слезайся, а вы ворхочи. И все пройде. Но это так хорошо плавать на воде, сказала Качения. Так чудово почувать ему с голубой и пирнать до самого дна. Вправді, велика втіха, сказала курка. Та ты нерозумный. Спитай хоть куда. В ней розуменьшую истоту, которую я знаю. И любит он плавать или пирнать? Я же не говорю про себя. Спитай нарешті саму нашу хозяйку старого брусу. Розумнейшую в ней нема. Ти думаешь, у меня есть желание плавать или пирнать воду с голубой? Допойно. Ти меня не понимаешь, промовила Качения. Мы тебя не понимаем. Так кто же ты можешь тебя понимать? Ты хочешь быть понимающим за кота и бабусью? Про себя я уже не говорю. Не дурить дитину. А дякую, что все ты хорошее. Творчество перерыв. Мы так и сделали. Хиба ты не в вашей пятной комнате? И маешь товариста, из-за которого можешь где-то учиться. Но ты дурный базика. И с тобой не варто говорить. Поверь мне, я божаю тебе добра. Я говорю неприйнятные вещи, но из этого только можно познать справедливых друзей. Счастливаясь, чтобы выгодить и пускать искры. Мені здається, я краша беду свят плавачий, сказала Качения. Щас льва дороги, бед пророкурка. И Качения пішла. Воно плавало по воді, пивнало, но через те, что было так гидкое, все твари не зналожали йому. Вот настали и лось. Лиця в лесу пожелтко и перелетило. Он интересовал не так, чтобы она танцовала в публике. Стало холодно, важких хмар сипався, а гранта сниг на тевну стояв круг, и кача бед холодок. Кру-кру! Справді, можно было замерзнуть, лишь подумавши про такой холод. Напевно, в бедному Качения тихо было не дуже добре. Як у Сувачарі, колесо за так красиво заходило, вышло с кощин, зграю чудових великих птахів. Качения никогда не бачили таких прекрасных тварей, все по джобілі, с долгими грудчками шиема. Это были лебеди. Вони длинно закричали магнолос іншими білями та красными кримами і полетели у теплі країни за безнажені моря. Лебеди піднеслися високоюсоком, а маленький гісток Качения охопилося від хвалювання. Воно закрепилося, може, як колесо витягнущили, згодбили і закричали обговорженність. Я так чувствую, що самовлякалося. Ох! Готові Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok